Сейчас в новостях прошла информация, что Кокорина и Мамайла, за счет брата Кокорина и четвертого фигуранта дела, суд продлил арест до 8 февраля 2019 года. Я вот лично это решение приветствую, но поймите правильно, я вообще не злорадствую нисколько, просто недавно в интернете инфа появилась, что якобы открылись новые факты в деле и дело может пересмотрено. И факты эти такие, что якобы тот водитель, который сидел там в машине, сидел, ждал ведущего Первого канала, якобы он сам спровоцировал этот конфликт. То есть водитель спровоцировал сам конфликт. Я так это представил, как бы это могло быть, да, сидит он, значит, в машине, греется, но темно, 6 часов утра, холодно, и тут он видит, идет полупьяная толпа, да, 6 где-то парней, там четверо девчонок, видимо фанатки это были в 6 утра, да, фанатки с ними там. Ну ладно, и сидит такой водитель и думает, что-то скучновато, типа выйду-ка я спровоцирую конфликт, заодно как бы согреюсь. Ну вот вышел и спровоцировал, да. Не, ну смешно же, да. Я не понимаю, что там следствие продлевать и в чем разбираться. Ну вот точно не понимаю. Ну там все же на видео видно, да. Давно уже пора было, мне кажется, следствие закончить. Что там разбираться-то? Закончить и вынести решение на основании закона. Там была вообще не драка, не хулиганство, драка это другое. Там было натуральное издевательство, да, и попрание прав граждан. Мужик закрывался там руками, уходил, убегал, отворачивался. Они его догоняли, били по очереди, ногами, руками, все, чтобы всем что-то попадется. Это просто издевательство было над людьми. Что в первом, что во втором случае. Типа мы хозяева жизни, все молчат, мы пришли, да, все молчат. Так что я приветствую двумя руками. Там тепло, светло, телевизор есть, спортзал есть. Чемпионат без них сколько месяцев не остановился. Все идет своим чередом. То есть, типа никто сильнее не заметил их отсутствие. Так что пусть сидят и ждут справедливого и гуманного суда. Ну и с Новым годом их еще.